Творчество не имеет границ. Именно это доказали участники 4-го фестиваля творчества людей с ограниченными физическими возможностями. А всего в фестивальной программе выступили почти 100 участников. Среди них и ветераны, и дети. Все они смогли поделиться опытом и талантом. Свои творческие способности многие показали на галоконцерте фестиваля, представив лучшие номера в различных видах и жанрах художественной самодеятельности. Вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах и художественное слово. Одними из первых на сцену детской школы искусств номер 2 вышли гости из Владивостока. Театр жестовой песни «Голос сердца» с композицией «Я буду жить». Их творчество вызвало у зрителей удивление. Актерский состав театра – глухие и слабослышащие ребята. Они не всегда слышат мелодии песни, но способны почувствовать ее и передать жестами оттенки человеческих переживаний. Чувствуют сердцем, поют сердцем, душой, руками. Нужно жить, несмотря ни на что, на трудности какие-то возникающие в жизни. Нужно жить, радоваться каждому дню, каждому моменту. Каждый выход на сцену этих удивительных исполнителей, каждый концертный номер отличались яркостью и неповторимостью. КОНЕЦ Ложкой снег мешая, ночь идет большая, что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белый гебень, ведь и спи, и ты скорей, малыш. КОНЕЦ КОНЕЦ Участников и гостей фестиваля тепло приветствовала заместитель главы Артемовского городского округа Наталья Волкова. Руководителям общества инвалидов вручила сладкие угощения к чаю. Вот уже четвертый год в рамках декады, посвященной Международному дню инвалидов, мы собираемся в этом зале, чтобы вы, люди с ограниченными возможностями здоровья, показали нам, насколько безграничны ваши способности, ваши таланты, насколько вы такие же люди, как все остальные здоровые. Спасибо вам огромное за это, спасибо, что вы активно участвуете и в этом фестивале, и вообще участвуете активно в жизни нашего города. Все участники фестиваля «Творчество без границ» были награждены дипломами и сладкими призами. Хотя, несомненно, самой главной наградой для них стали искреннее внимание, восхищенные взгляды и несмолкающие аплодисменты зрителей. Анжела Галышина, Иван Петров, Светлана Нурик, Городские новости.